В студии Татьяна Голубева. Я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях дня. Смотрите в этом эфире. Достаем тазики. В Барнауле отключили горячую воду. Судьба усадьбы Михайлова в Барнауле решена. Большинство барнаульских общественников признает, все же шансов на то, что основное здание останется в целости и сохранности, практически не осталось. Исторические здания на проспекте Социалистическом продолжают разбирать. Когда поиски увенчаются успехом... Провал идет дальше, вот сюда вот. Здесь нету населения. ...жители проезда Рыбозаводского не могут найти ответственных за полный провал. Тепленькая ушла. Достаем кипятильники, тазики или включаем водонагреватели. У многих в Барнауле сегодня отключили горячую воду. Это недолгожданное событие случилось у потребителей, чьи дома обслуживает ТЭЦ-3. С 13 по 22 мая энергетики по этому контуру проведут гидравлические испытания теплосетей, выявляя возможные порывы и проблемные участки. С 23 мая они приступят к их ремонту, который продлится до 5 июня. В этот период горячей воды не будет у жителей индустриального района, части Ленинского и Железнодорожного. Под отключение в том числе попадают жители поселка Новосиликатный и Спутник. Следующим этапом с 17 июня энергетики приступят к опрессовке и ремонту сетей по контуру ТЭЦ-2. Подача горячей воды тогда будет прекращена до 10 июля. А вот когда навсегда исчезнет старинная усадьба купца Михайлова, пока неизвестно, но ее продолжают активно разбирать. Напомним, на протяжении нескольких месяцев общественники пытались вмешаться в разрушительный процесс и остановить его, но безуспешно. Однако выводы краеведа сделали, какие выяснил Илья Кочетков. Куча строительного мусора, все, что осталось от двухэтажного флигеля. Здание начали разбирать первым и на прошедшей неделе завершили работы. Данил Дегтярев, следивший за судьбой усадьбы с самого начала, говорит, видел, как вывозили старинные и еще крепкие кирпичи. Основное здание тоже постепенно теряет очертания. И хотя краевые власти и Алтай-франкультура говорят, снос законен, краевед не теряет надежды усадьбу сохранить. Гражданский патруль, с которым мы сотрудничаем, сейчас пытается оспорить решение Алтай-франкультуры по поводу отказа во включении в реестр в качестве выявленного объекта. Там речь идет о судебном разбирательстве. Большинство барнаульских общественников признает, все же шансов на то, что основное здание останется в целости и сохранности, практически не осталось. Но они же говорят, вся эта история вывела общественную активность барнаульцев на принципиально новый уровень. Такого отклика простых горожан, признается Дегтярев, он даже не ожидал. В социальных сетях и во время уличных пикетов против сноса усадьбы выступили сотни барнаульцев. Добиться своего люди не смогли. Опуская руки, говорят, будет уроком. Ведь в краевой столице еще много строений, судьба которых под большим вопросом. Только в 2006 году наряду с усадьбой Михайлова статуса памятников было лишено 31 здание. Мы хотим обратиться в Алтайское краевое законодательное собрание с просьбой отменить решение 2006 года об исключении из реестра хотя бы тех семи зданий, которые достояли до настоящего времени в хорошем состоянии, в не слишком измененном. То есть их можно просто вернуть в реестр памятников и охранять их. Это здание сохранить тоже не получилось. И основная причина – взрыв бытового газа. Сегодня ночью на Южном Власихинском проезде горел гостиничный комплекс. По словам очевидцев, до пожара они слышали громкий взрыв. В результате пламя повредило крышу и мансарду, а также первый и второй этажи. Всего огонь охватил 150 квадратных метров. Для ликвидации ЧАЭС пришлось вызывать дополнительные бригады спасателей. О том, находились ли в здании люди, не сообщается. В тушении принимали участие 6 основных и специальных пожарных автомобилей и 25 человек личного состава противопожарной службы. Привлекались сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи и газовой службы. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня на соседние строения. Пострадавших в результате пожара нет. Кто владеет провалом? Этот вопрос сейчас волнует жителей проезда Рыбозаводского. Там, больше месяца назад, асфальт на несколько метров ушел под землю. С тех пор жители пишут письма и обращения, но инстанции ответственность перекладывают друг на друга. В проблеме пытался разобраться Андрей Дреер. На ровном месте асфальт на проезде Рыбозаводском просто ушел под землю. Здесь был серьезный трафик. Во-первых, один выезд на 90 домов. А во-вторых, с Павловского тракта едут покупатели на местную базу. Но чинить не спешат. 8 апреля мы заметили небольшое образование, вот эту яму. А уже к вечеру, 8 апреля, яма была 2 на 2 и глубиной 3 метра. Собственными силами мы поставили вот это ограждение и стали, значит, сообщили в администрацию железнодорожного района, в МЧС и в аварийную водоканалу. В МЧС сказали, что проблемой займется аварийная служба водоканала. 16 апреля привезли песок и засыпали яму. По словам жителей, так весь камаз песка вслед за асфальтом ушел под землю. После этого, говорят, местный водоканал от ответственности почему-то отказался. 30-го мне поступил звонок с аварийной водоканала. Нам сказали так, вы знаете, а это не наша территория. А территория принадлежит вот этому дому. Я говорю, дорога муниципальная по Паловскому тракту может принадлежать. Но вы знаете, мы вам ответить ничего не можем. Дорога, конечно, муниципальная. Судя по кадастровому реестру, яма принадлежит городу. Администрация железнодорожного района этот очевидный факт тоже не отрицала. В официальном ответе заверила жителей, что все уже отремонтировано. Организации ООО «Барнаульский водоканал» 16 апреля выполнены работы по подсыпке песком и щебнем провала на проезжей части. Работы по асфальтированию указанного участка дороги будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий. Благоприятные условия с 16 апреля уже наступали. Но асфальтировать пока никто не собирается. Между тем, провал становится все больше. Провал идет дальше, вот сюда вот. Здесь не было ничего. Да ведь у вас как раз работа базы зависит от того, насколько хорош трафик. То есть у вас постоянно поставка продукции. Постоянно поставка продукции. Народ едет за товаром, разгрузка товара и так далее, и так далее. Одно единственное место, где может проехать машина. Сегодня почти затор. У кого-то бизнес, у кого-то дети. Каждый переживает за свое. А если дорога продолжит обрушаться, чего и боятся жители. Ни одна машина, скорая помощь, например, на проезд рыбозаводской больше не попадет. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Продолжаем выпуск. С сегодняшнего дня в Барнауле начали выдавать путевки в детские сады. Напомним, получить именной документ можно не только в комитете по образованию, но и в самом дошкольном учреждении. Бежать за путевками сегодня не нужно. Их можно будет забрать до 28 июня. В мэрии города поясняют, места в детсады получили все барнаульские дети от трех лет. А вот малыши ясельного возраста обеспечены путевками в детсады пока лишь наполовину от потребности. Поэтому многим из них придется пока посидеть дома. А сейчас о событиях, которые вся страна отмечала 9 мая. Мы решили еще раз напомнить, как барнаульцы и гости нашего города встречали День Победы. Самые яркие моменты празднования в сюжете Анастасии Дракан. Утро Победы встречали цветами памяти, красными, как символ унесенных жизни, и белыми цветами мира. Те немногие ветераны войны, у которых еще есть силы лично присутствовать на празднике, этот день начали на главном мемориале края вместе с сотнями барнаульцев. Сейчас я ей как раз рассказывала, для чего горит огонь. Говорю, это как бы символ того, что в наших сердцах тоже горит огонь памяти. То есть мы должны помнить тех людей, которые погибли, за то, чтобы вот эти наши маленькие сейчас внуки ходили по земле помирной. Там мы подходили к героям союза. А здесь просто солдаты. Подвиг не успели совершить, но погибли. Тоже погибли за счастье, за мир. Парад военный сменился гражданским. Вот уже седьмой год Барнаул участвовал во всероссийской общественной акции «Бессмертный полк». К главной площади города пришли почти 50 тысяч детей, внуков и правнуков, тех, кто прошел всю войну, и тех, кто не вернулся. Похоронка пришла почти сразу. А что бабушка о нем рассказывала? Какой он был человек? О, она всегда его искала. Долго ездила, искала, находила тех людей, которые с ним последние видели его перед боем. Смотрю, думаю, как хорошо, что память живет. Миллионы, миллионы героев, которых мы потеряли. Ну, хорошо, что люди помнят и читают. Ну, не надо. Кстати, впервые акция прошла и на закрытой территории. В этом году в ряды «Бессмертного полка» встали и барнаульские заключенные. Принимал участие в войне с японцами. Ну, как я помню еще пацаном, рассказывал он на мысе, там любимый такой где-то есть, как отверженно шли самурайцы с мечами на пули. Прослужил он 8 лет, имеет два ордена. Центр Барнаула 9 мая на несколько часов стал огромным стадионом с четырьмя тысячами бегунов. Дистанции в один, два километра для начинающих, пять и десять уже для подготовленных марафонцев. А вместе это кольцо победы. Хочется в День Победы прямо вот себя победить. Вот скажите про вот этот самый первый забег, в котором вы участвовали. Это был 1974 год, ровно 45 лет назад. Мне было 18 лет, я бежал в Победу, в честь Дня Победы, тогда была длина 20 километров. Многие участники праздника могли оценить выставку ретроавтомобилей. Черный воронок, машина Победы ГАЗ-67, американский додж. Все машины на ходу, собранные любителями по деталям. Его козлик называют все в простонародье. Козлик, потому что, да, козлик, потому что эта машина, когда едет по бездорожью, очень сильно прыгает. Козлит, как выражаются в народе. Многие детство свое вспоминают, потому что многие на них работали, они трудились в армии, трудились в колхозах эти машины. Но какой День Победы без песен? Катюша, синенький платочек, темная ночь – их мотивы по первым нотам узнает уже четвертое послевоенное поколение россиян. Зрители пускались в пляс, подпевали и пели сами. Ведь для тех, кто вырос под мирным небом, эти песни, как и память о великих подвигах предков, объединяют целый народ. Путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Анастасия Драган, День с толком. К другим темам. Немецкие врачи прогуляются по Барнаульским больницам. Делегации познакомятся с работой крупнейших медицинских центров Алтайского края. Иностранные специалисты посмотрят, как организована работа в наших центрах и поделятся опытом. Свою экскурсию они начнут в кардиологическом диспансере. Далее посетят диагностический центр. После обеда гостей уже ждут в онкологическом. Врачи обсудят перспективы будущего сотрудничества. Немцы приехали именно для этого. В планах разработать программу обмена медицинскими технологиями и наладить связи для стажировок наших врачей в Германии. В составе делегации врач общей висцеральной хирургии Асад Куту, руководитель отделения гематологии Петер Мюллер. В онкоцентре «Надежда» они проведут мастер-классы для алтайских коллег. Подробнее о встрече в ближайших выпусках новостей. А сейчас к новостям культуры. В Барнауле уже завтра стартует театральный фестиваль курсовых и дипломных работ «Шаг». Более 200 начинающих актеров со всей страны дебютируют на сцене музыкального театра. Обычно спектакли, которые ставятся студентами и выпускниками театральных вузов, не выходят в широкий прокат. «Шаг» дает возможность оценить первые профессиональные постановки будущих звезд театра и кино. «Шаг» продлится пять дней. За это время на сцене музыкального театра сыграют 10 спектаклей. Покорять театральные подмостки Барнаула будут выпускники из Москвы, Перми, Новосибирска, Кемерово и не только. «Нам нужны кадры. Поэтому изначально миссия была такова, чтобы привлечь сюда студенческие команды, которые впоследствии, возможно, останутся здесь у нас работать. И учитывая, что четыре фестиваля уже проводилось, естественно, у нас уже есть ребята, которые это Виталий Селюков, Юлия Пермякова, то есть те ребята, которые остались после фестиваля работать в нашем театре. Мы очень надеемся, что и после этого пятого юбилейного фестиваля кто-то из ребят влюбится в наш театр, в наш регион, в наш город и останется здесь у нас». Официальное открытие фестиваля пройдет завтра в 17.30 в Музыкальном театре. После торжественной части москвичи представят мюзикл «Том Сойер». А вот алтайские моржи уже представили показательный заплыв в честь дня рождения главы региона Виктора Томенко, которому в минувшее воскресенье исполнилось 48 лет. 12 мая группа из четырех пловцов во главе с Александром Зеленецким совершила заплыв по Аби в районе речного вокзала. Любители зимнего плавания преодолели расстояние в 1100 метров за 13 минут. Кстати, температура воды в реке в этот день составляла 14 градусов тепла. А сейчас немного полезной информации. Известное исследовательское агентство Mega Market Research поделилось данными опроса на тему потребительского кредитования в России. Казалось, кредит всему голова. Далее подробнее. Среди самых популярных направлений – ремонт, покупка личного автотранспорта, бытовая техника и электроника, а также переаккредитование. Какие суммы готовы сегодня предоставить банки на эти и другие цели, и на каких условиях. Наши клиенты могут осуществить все свои планы вместе с кредитом под залог недвижимости от Банка Восточной. Мы предлагаем до 30 миллионов рублей наличными на срок до 20 лет со ставкой 9,9% годовых. Найти достойное применение своей жилплощади, оставаясь при этом ее собственником – такие возможности открывает кредит под залог недвижимости. Забыть о финансовых трудностях можно в ближайшем офисе Банка Восточной. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза Банк Восточной. У меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok